Как утверждают в администрации города, работы по очистке Ульяновска от снега проводятся масштабные. Израсходовано 719 тонн пескосолярной смеси и 830 тонн твердых реагентов. Сделано более 2000 рейсов по вывозу снега. Удалось увеличить и количество спецтехники. Если до начала снегопада у нас максимальное количество было 56-58 единиц, то на неделе нам удалось увеличить это количество до 82 единиц техники. Ежедневно выходит более 1100 дворников. Работы ведутся. Но несмотря на это, обращения жителей продолжают поступать в единую аварийно-диспетчерскую службу 05. Так называемые снежные пятна остались во всех районах Ульяновска. По улицам, утонувшим снегу, тяжело передвигаться и водителям, и пешеходам. О, ну, скажу, дороги расчищены очень ужасно вообще. Я, вот, наверное, за все эти снегопады застревала, я не знаю, раз в пять, наверное. Я живу территориально в районе улицы Рябикова. Вот там во дворах просто месиво. Сегодня из-за того, что плохо чистить на дороге были пробки. То есть у меня с трех полос осталось две. А так, в принципе, весь город, можно сказать, нечищенный. Я живу на Корунково. В принципе, все дальнее засвияжие из-за этих снежных сугробов. Стоит по утрам бесконечных пробках. На локомотивной не проехать, на Александра Невского тоже одна полоса осталась свободной. Здесь вообще постоянно у нас застревают машины. В общем, дороги чистят ужасно, отвратительно. И думаю, многие со мной согласятся. Очистка, в общем-то, неважная идет. Неважная. Я вот проходил туда, до банка шел дороже, там утопаешь в этих сугробах. Проблема заснеженных проездов во дворах и тротуаров возникает прежде всего из-за того, что ни администрации, ни управляющие компании не считают тот или иной участок своей зоной ответственности. Если двор все еще продолжает утопать в снегу, ульяновцы могут обратиться в агентство государственного строительного и жилищного надзора. Сотрудник выходит на место, проводит инспекционный визит, либо контрольно-надзорное мероприятие, после чего составляется акт и при неудовлетворительной уборке, придумать территорию, соответственно, протокол, который отправляется в судебный орган для вынесения решения. Штрафы предусматрены от 50 до 100 тысяч рублей для должностных лиц и от 150 до 250 тысяч рублей для юридических лиц. Написать обращение в агентство государственного строительного и жилищного надзора ульяновцы могут через госуслуги.дом. Юлия Руднева, Сергей Кудаков, Уллправда ТВ.